Всем привет! С вами, как обычно, Metal Sonic, и сегодня мы продолжим играть в игру Spider-Man для PlayStation. И в этой части мы уже приближаемся к финалу. Ну и, как вы видите, я сменил костюм на Бен Рейле. Так или иначе, давайте начнём. Здесь Человек-паук. Какая дальность? Около 100 ярдов. Лёгкая мишень? Очень смешно, Фрэнк. А? Он меня засёк. Что случилось? Я его потерял. Он разбил мне бинокль. Ну как, крутой парень? Прости за дорогую оптику, мститель. Что-то мне подсказывает, что у нас общая цель. Вот это место. Склад 65. Мы можем объединиться. Ты меня прикроешь. Спасибо. Не стоит. Я не люблю горы трупов. Довольно честно. Ружьё мстителя в данном случае не поможет. Придётся действовать по-своему. Ага, склад болванок Waterfront. Но именно этот склад пригодится паутиной голове даже больше, чем он может представить. О, ещё симбиоты. Моя удача меня подводит. Ну, мы попали на некий... Придётся здесь провести уборку. Попали на некий склад, где есть генераторы симбиотов, и нам нужно их, как обычно, уничтожить. Кроме того, мы встретили карателя. Забавное такое камело в этой игре. Каратели, именно. Ну, ладно. Пошли эти симбиоты в жопу. Мне нужно уничтожить генераторы. Так. Хотя у меня, в принципе, есть полно... Полно огненной паутины. Но мне можно не бояться симбиотов. У аута броня. Так, если я не ошибаюсь, здесь должен быть комикс. А, нет, видимо, я ошибаюсь. Так, давайте нальём побольше паутины. На самом деле, вот, ближе к финалу, у меня игра кажется даже интереснее. Из-за дизайна уровней, наверное. Либо из-за сюжетных поворотов. Так, здесь уже мы ничего не пропустили. Так, нужно оглядеться. Так, здесь у нас всё уничтожено. Ну, давайте за спокойной совестью. Вай, вай, вай. Отправимся дальше. Что-то у нас в семье симбиоты по Коцели. Осталось два генератора. Насколько я помню, здесь должен быть... Здесь должен быть комикс. Так. Ну и где он? Кто-нибудь мне скажет? Так, есть у нас... Ящики. Так, я это сделал, чтобы забить симбиота. Кстати, вот наш комикс. Находится вот здесь, чтобы мы могли расположение запомнить. Так, иди же! Я после того, как проживаю игру, собираюсь выпустить так называемую бонус-часть, где буду показывать всякие комиксы, костюмы и прочие бонусы. Кстати, у меня возник вопрос, какую игру мне пройти дальше. В своей группе ВКонтакте, вот именно по этому каналу, я создал опрос, в котором спрашивал, на какую платформу мне пройти следующую игру. Ну и, в принципе, там вы можете проголосовать. Мы попали в таинственную вентиляционную шахту. Если нужно быть аккуратным, иначе нашего паука разрубят вот те лопасти. А нам, конечно, этого не хочется, поэтому давайте пройдём аккуратно. Как что-то у меня игра немножко подлагивает. Кстати, вот здесь вот один секрет есть, если кто не знал. Если кто не знал, здесь комикс. Вот он. Ну и можно смело прыгать вниз. Воу! Так. О, нет, только не это. Этот турой довольно-таки сложный, я скажу. Главное не просрать. Ты, наверное, шутишь. Рассмотрим ситуацию. 200 метров до воды. Пол и стены под напряжением. И жуткие пушки, которые направлены на меня. С каждым днём жизнь всё интереснее. Самую большую опасность представляют вот эти пушки. Их надо незамедлительно, я бы сказала, уничтожить. Так. Ну, в принципе, на нормале не так сложно. Так что... Думаю, не так уж сложно будет пойти. Если вы играете на детском режиме, то тут будет... Тут будет тупо такой длинный коридор. Как бы дорожка, по которой вы сможете пройти. И всё, будет следующий уровень. Ну, а если на нормале... На изи, на нормале или на харде, то будет вот так. Как я сейчас играю. Вот. Такие дела. Языка вот именно на PlayStation. У меня в планах пройти... Крэша Бандикута. Все части на PlayStation. У меня уже максимум здоровья. И Spider-Man 2 Enter Electro. Вот. Тут я... Ну, ладно. Похоже, мне здесь не рады. Так, и здесь ли у нас рычаг? Да. Вот рычаг, который открывает нам доступ к комиксу. Вот твою дивизию придется назад возвращаться. Как я ненавижу этот момент. Ну, ладно. На самом деле, это будет легко, в принципе. Для этого я уничтожал все пушки. Самое главное, это не грохнуться. Иначе я буду лохом вообще. И вот объясните мне, кто... Кто додумался положить в комикс такое трудно-наступное место? Вон он там, кстати. Нам бы сюда спрыгнуть. Хотя... Зафига. Можно сделать вот так. По нему комиксу тут есть и здоровье, и паутина. Так, восстановимся. Давайте и дальше пойдем. Я про паутина. Ну ладно. Извиняюсь за горло. Оно у меня немного першит, ну ладно. Здесь главное не грохнуться. Фух. Еще бы чуть-чуть и... Капец. Так, здесь есть что-нибудь полезное? А, здесь нет. Так, как бы нам так безопасно пройти? Да пошли на вас. Господи, как я пройтал. Че, да вы издеваетесь? Насколько мы глубоко. И вы хотите сказать, что мне надо заново комиксы собирать? Вот да, я так еще никогда не фейлился. Ну ладно, в этот раз без комикса, я уже его взял, в принципе. Я надеюсь, комикс не заиспавнился заново. Не придется его опять брать? Ну, в любом случае, я убрать не буду. Потому что я и так показал вам его местоположение. Ну и, собственно, все. Счет за отопление этого места, наверное, огромный. И не думаю, что он оплачен. Ладно, хватит палить из лазеров. У меня уже максимум здоровья. Ну, пожалуйста, паук, давай, давай. Паук, паук, фух. Я успел. Вот у нас последний рубеж. Пожалуй, записываться не буду. Мы попали в какую-то таинственную комнату, где... Откуда идет дым. Но сначала я вам покажу, как обычно. Я по традиции покажу, где комикс. Комикс. Так, комикс не здесь. Комикс снизу можно найти. Вот в этой, вот в этой выемке. Да, вот именно в этой. И если меня не изменяет память, нам будет сюда. Да, я прав. Человек-паук, как я рада тебя видеть. Черный кот? Что здесь происходит? Я знаю не больше твоего. Наверное, ребята со скорой меня накачали. А потом я очнулся и уже здесь. Ты должен меня отсюда вытащить. Хорошо, кот, но как? Если ты сможешь выключить питание, то я убегу. Есть кот. Господи, меня смешит озвучка, то, что они назвали черную кошку черным котом. Неужели так сложно понять, что это, я не знаю, девушка? Ну ладно, давайте. А что нам нужно сделать? А, да, точно, нам нужно нажать вот этот рычаг. Фух, я мог упасть. Ну ладно. Давайте пойдем сначала в комнату А. А вот и отключение рычага. Я бы смог выключить выхлопные трубы. Отключив выхлоп, когда туман накапливается, это будет похоже на банан в духовой трубе. И это может вырубить энергию. Шаг в нужном направлении, но недостаточно давления. Шаг в нужном направлении, но недостаточно давления. Нам осталось пройти в комнату С. И окончательно отрубить этот самый дым. А для чего же еще человек-паук? Кот, вызови подмогу, а я выясню, кто за всем этим стоит. Хорошо, я вернусь. Ну, всегда было интересно, куда улетает кошка. Ну, на этом, я думаю, завершу сегодняшнюю часть. Всем пока. С вами был Metal Sonic. Подписывайтесь и ставьте лайки.